Привет, это Хогвартс Наследие, и мы продолжаем прохождение. В прошлой серии шляпа распределила нас на факультет Когтеврана. Я не сам выбрал этот факультет, прямо именно шляпа сказал, всё, ты Когтевранец истинный, так что туси тут. Поэтому мы здесь и сейчас топаем на своё первое обучение, я так полагаю. Наверх нам надо, окей. Ползём. А ещё мы сегодня перевоплотимся в Ландеморта. Полагаю, главное выбрать момент. Тут все болтают, тут мне запретили. Могу пойти вот сюда. Палочку доставил, я наготове сейчас, чтобы кому-то навалять. Глубокий вдох. Здорово. Ты кто? О, привет. Хочешь взглянуть? Конечно, хочу. Днём мало что разглядишь. Разве что крупные звёзды, такие как Сириус, Канопус, Вега и Арктур. Я Амид. Добро пожаловать в Когтевран. Никогда раньше не встречал человека, видевшего дракона так близко. Честно говоря, не советую повторять. Приятно познакомиться, Амид. Значит, любишь астрономию? О, да. Благодаря звёздам можно столько всего узнать. А ещё ночью на башне под открытым небом так хорошо. Это очень бодрит. Астрономия тебе наверняка полюбится. Профессор Шах очень много про неё знает. Надеюсь, я буду изучать астрономию. Интересная наука. Тогда я тебя обрадую. Ты точно будешь изучать астрономию. Ведь это обязательный предмет для всех пятикурсников. Тебе наверняка понравится на башне. К тому же, ты даже не представляешь, что можно увидеть в небе, если телескоп хороший. Значит, увидимся на занятии. Конечно. Кстати, об учёбе. Мне пора бежать на первый урок в этом году. Прямо не терпится вдохнуть запах свежего пергамента. До встречи! Блин, точно. Мне же ещё с ними учиться. Поэтому со всеми надо дружить. Вдруг они мне будут помогать там где-нибудь, как-нибудь. Тут, кстати, ничего не спрятано. Вроде ничего. Ух, блин, что-то училку не зарядил. А, ну это не училка. Мне тут тоже не очень. Давай яблоко сожжём, типа, мы тут ни при чём. Здорово, ты кто? Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось. Но никак не могу подобрать такое место. О, великие золотые плюй-камни! Как бы я хотела, чтобы он здесь прижился! Что ещё за золотые плюй-камни? Это у меня такое выражение. Я привезла этот росток Бадьяна из дома и ужасно хочу, чтобы ему было здесь хорошо. Бадьян удивительное растение, правда? Такое маленькое, столь мощное исцеляющее действие. Думаю, уже понятно, что я увлекаюсь растениями. Приятно познакомиться. Я Саманта. Приятно познакомиться, Саманта. Бадьян ведь используют в рябиновом отваре, да? Точно! Я смотрю, кое-кто решил заранее подучить зелье варенье. Вообще-то, это профессор Фик рассказал мне про рябиновый отвар. Понятно. Я слышала, что он занимался с тобой перед началом учебного года. Профессор Фик загадочный человек. Он преподает теоретический предмет, но, похоже, немало знает и о практической магии. Он так много знает, ты даже не представляешь. Профессор Фик и правда довольно много знает о... ...различных видах магии. Ну, надеюсь, он рассказал тебе не только о рябиновом отваре. Тебе ведь так много нужно наверстать. Ладно, короче, хватит болтать. Давай, пока. Было приятно познакомиться, Саманта. Удачи с Бадьяном. Спасибо. И тебе удачи в первый день. Не показалось ли она мне глазки строила? Ну, а теперь к самому главному персонажу. Ну, к тому злодню. Он там что-то мутит, походу. Сейчас будет весело. Че-че-че сейчас будет? Он явно затеял что-то... ...плохое. Секундочку. Смотри. Что это? Кто-то бросил навозную бомбу. Пойдем отсюда. Не совсем то, чего я ожидал. Ну, что ж поделать? Ага. Отчего ты, собственно, ожидал? Я просто хотел разрядить обстановку. В первый учебный день когтевранцы обычно жутко нервны. Кстати, я Эверетт. А ты куда спокойнее, чем многие из них. И это после таких приключений на пути сюда? Блин, этот Эверетт очень похож на чувака из очень странных дел. Там такой пухляш был без зуба, раньше бегал. Сейчас-то у него уже все отросло. Значит, с нетерпением жду начало занятия. Вообще-то я немного нервничаю. Конечно, я жду. Мне так нравится здесь. Мне терпится приступить к учебе. Хорошо, рад это слышать. Честное слово, тут не о чем беспокоиться. Большинство профессоров строгие, но справедливые. Даже меня до сих пор не отчислили, хотя мои шутки не всегда так примитивны, как навозная бомба. Постой-ка, ты сказал, большинство строгие, но справедливые? Ха, ну да. Но тебе лучше будет составить свое мнение на этот счет. Я-то частенько испытываю их терпение. Ну, я пойду, пока не поняли, кто именно бросил навозную бомбу. Приятно было познакомиться. Мне тоже верит. Ну, впрочем, неплохой парень. Эй, новенький скоктеврана. Профессор Уизли ждет тебя прямо за этой дверью. Да-да-да, сейчас. Так что, давай уже поторопись. Смотри, тут даже надписи перевели. Игнати Уэйл Де Смит. Прикольно. Ладно, идем к центру. Сейчас будем показывать все свое мастерство. В смысле, теперь туда? А, вниз. Я-то думал, я сейчас в центре встану и приставлю все дело. О, Уизли. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе? Давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я здесь. И все же вы здесь. Так что вперед. Первый день в Хогвартсе бывает только раз. Ситуация у вас довольно уникальная. Ведь вы уже пятикурсник. Придется догонять ваших сверстников в учебе и не лениться. Тем более, что в конце года вам придется сдавать экзамены по СОВ. СОВ? Каких еще СОВ? Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют сферу вашей дальнейшей работы. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования магии и придумали нечто очень необычное, что поможет вам справиться с учебой. Держися. Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы у вас воли все, что нужно на пятом курсе. Это крайне полезное пособие, так что советую им не пренебрегать. Такой в подмышку спрятал. Спасибо, профессор. Но что значит будет следить за моими успехами в учебе? Будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Давайте опробуем его на практике. Я готов. Практика это мой любимый предмет. Хе-хе, лучше, чем теория. Сюда. Иду. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут освоить некоторые заклинания и узнать больше о мире. Ух ты, прикольно. Закругленная лестница. Винтовая. На моей учебе такое руководство пришлось бы очень кстати. Здорово, дед. Ты умеешь болтать? Попробуйте применить ревелио на бюст и узнать, что пишет о нем руководство. Бюст как тебе рано. Идем дальше. Удобно, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и его окрестностях. Я теперь буду... Ревелия юзет везде. Сундук вижу. Пофиг вижу. Дверь. Но не задерживайтесь, вам нужно на уроке. Ну я же с вами, мистер... Миссис Уизли. Или мисс... Нет, миссис. Сейчас, подождите. Я вот тут заюзаю? Что это такое? Ага. А, эти головоломки. Ладно, оставим их. Нам пока рановато. А то мы на уроке точно опоздаем. Миссис Уизли, мы так медленно идем, я точно опоздаю. Вот, я еще телепорт хочу открыть. А, как раз вовремя. Хорошая возможность показать вам, как перемещаться с помощью летучего пламени. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте ее и найдите центральный зал. Ок. Мы на месте. Как видите, это экономит время. Эта лестница ведет в центральный зал. Да, я здесь уже был когда-то. Вы можете попасть в любое место в замке прямо из центрального зала. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, прямо как вокзал Кингс-Кросс. На этом пока все. Не забудьте, сегодня у вас изучение заклинаний, а также защита от темных искусств. А потом можете отправляться в Хоксмит, чтобы восполнить все запасы, что вы потеряли в пути. Спасибо, профессор Уизли. Впереди тяжелый день. И вам много надо выучить. К счастью, преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков. Так что вы не отстанете. Впрочем, вы так искусно использовали ривелио. Значит, базовые заклинания профессор Фик вам все же показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед приездом. Особенно случившееся после этого ужасного нападения дракона. Думаю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Но мы вообще-то... Я помню, что он просил не говорить нас об этом. Простите, профессор, но больше ничего не произошло. Вы почти слово в слово повторили то, что он сказал. Лёгок на помине. Профессор Фик, вам случай мне каяться? Нет. Ясно. Я смотрю, вы, похоже, довольно неплохо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. О, едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, к нам прибыло достойное новое пополнение. Хм. Я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогварте отличные лодки и кареты, но вы предпочли полететь навстречу дракону. Путь с драконом я самолично не выбирал, знаете ли. Точнее будет сказать, что это он выбрал нас. Ну ладно, поболтали и хватит. Мне уже пора на урок. У меня к вам просьба, профессор. Объясните, как пользоваться картой руководства. Конечно. Спасибо. Удачи вам. Не забывайте заглядывать в руководство. Оно вам очень поможет. А также поможет мне. Для отслеживания всех ваших успехов. Хорошо, профессор. После того, как посетите сегодняшние занятия, зайдите ко мне в класс, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно обговорить посещение Хоксмеда для покупок. Ну что, профессор, я не выдал нашу тайну. Рад вас видеть, профессор. Взаимно. Я надеялся с вами сегодня увидеться до того, как вы углубитесь в занятия. Если я правильно расслышал, то вы ловко уклонились от вопросов профессора Уизли насчет нашего опоздания. Да, сэр. Я сделал, что мог. Но я уверен, она наверняка заподозрила, что мы что-то от нее скрыли. Что ж, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Но лучше никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда может завести нас этот путь. Возможно, нам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может поделиться с директором некоторыми сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть вы и одарены, но способности, которыми вы обладаете, все равно нужно упорно развивать. К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Что касаемо учителей, знаете ли, не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните и посмотрите. Карта зачарована так, чтобы помочь найти путь. С ней будет намного легче. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Занятия, потом визит в Хоксмит за покупками. Не забудьте купить палочку. Мистер Оливандер вам понравится. Он мастер своего дела и хороший друг. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами, могут зависеть не только ваши оценки носов. Ну, let's go. Учиться новому. Пока что я страницы еще не могу ловить. Ничего страшного. О, открылась дверка. Бежим на первый нашурек. А что, виние? А что, виние? Мама. И это все, что ты можешь? Бомбарда! Левиоса! Профессор Геккотт! Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров. Вы, наверное, о ней слышали. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем восточном Уэльсе? Отвечу. Все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защититься, мистер Пруэд. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Левиоса! У меня все с первого раза получается. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Что ж, начнем с основного заклинания. Видели, как манекен отразил заклинание? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Помните, удивите своего противника, и он станет уязвим. Как только что и Левиоса. Хорошо. А теперь основное заклинание. Прекрасно. Левиоса. 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 Очень хорошо, но лучший способ практики – это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлян, ты на позицию. Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, на этой дуэли допускаются только Левиоса, основное заклинание и протего. Начинайте. Протего, заюзаем. Протего, займёт много времени. Протего? А вот это уже интересно. Сейчас, сейчас, я её... Давай, обрат... Обраточку не хочешь пускать почему-то, блин. Ладно, Левиоса. О, хорош. Перезарядка Левиоса. Перезарядка Левиоса. Левиоса, ослабьте защиту противника и примените основное заклинание. Пён, свалился. Я победил. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки, когты в рану. Спасибо, профессор Геккот. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие совершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны этого достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе – это пустяки. А вот сражение с тёмным волшебником или, ещё вероятнее, с гоблинами – совсем другое дело, уверяю вас. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Сэлло вам с этим поможет. Сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Что ж, на сегодня хватит. Все свободны. Неплохо сработано. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль. Они ещё долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Сэллоу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но, может, это не первая твоя дуэль? Ммм, это моя первая дуэль на самом-то деле. Если честно, то первая. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешённый дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Звучит интригующе. Закрытый и неразрешённый клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твоё пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэльный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешённом месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. Найди люка на Шумсби у входа в часовую башню. Если тебе это интересно. Ну всё, бежим на следующий урок. Эй, обернись! Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Натя. Так ты есть новичок? А с профессором Ронином уже знаком? Ну что, начнём? Приветствую вас, пятый курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но сперва кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? А-а-а, сейчас уже поздновато повторять материал. Хм, что ж, каникулы сделали своё чёрное дело. Хе-хе. Вы что, всё лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения? Хе-хе-хе. Э-э... А-а... Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Хм? Хм, значит, будем всё вспоминать и учить. Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Поскольку учебники вы всё равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите своё место. Акция! Неплохо! Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните, важна именно практика. Продолжайте, и, может, когда-то превзойдёт это же миссонный. Все молодцы, пока хватит. С азами мы разобрались, а погода сегодня чудесная. Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Всё за мной! Я считаю, что веселье и мастерство друг другу руки трут. Думаю, игроки в Квиддич меня поймут. Итак, что лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Первым пойдёт наш новый ученик. Ну, в прошлый раз я в эту игру выиграл. Всё просто. Примените акцию к одной из сфер, а затем на последний момент очень славно. Думайте об этом как о злых камнях. Если... Очень хорошо. Ну всё. Я всё примагнитил. Очень хорошо. Призывай очки и когты в рану. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Оной, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Вам синие, как и раньше, а мисс Оной сыграет красными. Всё ясно? Да, сэр. Чё, она первая? Ну, начнём! Ладно, сейчас буду вышибать её красные камни. Главное, не толкнуть бы их сильно. Подходи, давай. Так. Теперь ход Жоры. Жора, давай, не подведи. Выпни, 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 выпни. А, ты ушёл. Тебе вообще нет жалости. Смотри. И этот шар постигнет та же участь. Он вывалится. Вот так-то. Пока ничья. Десят на пятьдесят. Эх, не вывалился. Какая она меткая, да? У неё всё по пятьдесят. Ну, у меня тоже, в принципе. Let's go. А, нет, только не мой. Ах, чёрт, и мой купол. Ну, в любом случае, я победил. Давайте-ка добавим игре разнообразие, а? Думаю, разнообразия и так более чем достаточно. Хм, это уж точно. Довольно болтать. Сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Да хватит там высматривать. Колдуй уже. Ох, ну, ну ладно. Тридцаточка. Неплохо. Для неё неплохо. А для меня сейчас самое то будет. Выпнуть. Или даже не выпнуть, а просто перегнать. Сейчас он поедет. Давай, 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 давай. Блин, я тоже тридцатку замутил. Похоже, мне эта барышня нравится. Я ей поддаюсь. Окей. Окей, окей, окей. Так, вот прям по центру сейчас шлёпнем. Как-то надо так сделать, чтобы два шарика не задело. А то у неё один точно на сотку, на пятьдесят точно улетит. И погнали. Есть. Ну, показывай. Давай, покажи. Ковбойка. Ну, так себе. Я пока всё равно выиграю. Сейчас. Они поедут, и я... Погнали. Учись, студенточка. Браво! А он мне сказал, браво. Ну как, профессор? Я крут? Вы отлично потрудились. Браво! Все свободны. Не забывайте свои вещи. Отличная игра получилась. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Мне потребовалось пара-тройка недель на освоение акцию. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Спасибо, но я справлюсь. Мне нравится твоя уверенность в себе. Я перевелась сюда из Уагаду перед четвёртым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? Ммм, по большей части да. Правда, тут мне пришлось научиться пользоваться палочкой. В Уагаду практически никто ими не пользуется. Ну, должно быть, заклинание сотворённое без палочки слабее обычных? Нет, вовсе нет. Волшебник и без палочки владеет столь же мощной магией. У меня творить магию без палочки выходит инстинктивно. Кроме того, это полезный навык, если вдруг её не будет под рукой. Но должна признать, что мне всё больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. А Уагаду, как и Хогвартс, тоже замок? Адрес школы – Лунные горы. Это не совсем замок. Скорее, красивое сооружение, высеченное в скале. Помню, как впервые увидела его. Был такой густой туман, сквозь него почти ничего нельзя было различить. А потом оно просто возникло передо мной. Это огромное здание школы, казалось, парило в воздухе. Здорово узнать побольше про другую школу волшебства. Спасибо, что спросил. Я очень скучаю по Уагаду. Но мне нравится и здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Ронин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Не задержитесь на минутку. Профессор, вы хотели поговорить со мной? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинаний оправдал ваши ожидания. Ну, для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. В предсказуемости же нет очарования. Вы отлично справились. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу, как мисс Оной. Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Оной – жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за предела обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Ну, раз скоро, то не сейчас. Тогда я пошел. А как насчет комнаты, профессор? Я как раз думала о том же, Диэк. Если ты поможешь... О, вы простите, Диэка. А, вот и вы. Ваши первые уроки прошли хорошо? Да, профессор. Профессора Геккот и Ронин тоже так говорят. Похоже, вы с профессором Фигом успели многое освоить до приезда. Кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Это так? Нет, профессор. Нет, профессор, ничего такого. Понятно. Все равно, что заставить глизня и стихи читать. Обязательно. Вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить обучение. Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам ваше первое задание. А теперь касаемо посещения Хоксмеда, о котором я говорила. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге семена, магические рецепты и зелья. Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет вам идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. Мне не терпится попасть в Хоксмед. Хорошо. Отправляйтесь в деревню с кем-нибудь из ваших однокурсников. Они помогут вам. Пригласите Себастина с Эллу, или, может, на отца Иона, и вы неплохо ладите с ними. Ну, Себастина я в прошлый раз звал, поэтому давай, Нати. Я пойду с Нати. Замечательно. Мисонай – одна из самых талантливых учениц и хорошо знает Хоксмед. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Руквуда. А кто это? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Тайфилом Харлоу. Хорошо? Когда выполните задачу профессора Ронина, направляйтесь к дверям замка. Не теряйте время. Закончите работу и сможете насладиться сливочным пивом в трёх мётлах. Сливочное пиво. Всё, я уже побежал. А вот и вы. Привет. А, вот и вы. Вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно. И это очень полезное заклинание, восстанавливающие чары Репаро. Эти чары чинят вещи. Сломанный предмет станет как новенький в мгновении ока. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорила профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, внеклассные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать. Но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Я как раз подготовил несколько таких заданий. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите Репаро, даже не сомневайтесь. Я сейчас же возьму за задание, профессор. Но сперва Ребеллио. Ну что ж, пойдем в восстанавливающие заклинания. Это то самое место. Интересно, где же летающая страница? А, вот она. Не попалась. Да блин. Страничка. Есть. Так, теперь-то да, надо бежать. Спринтуем. Летающая страница должна быть где-то здесь. Да, вон она. Отлично. Все, быстренько наколдовались. Надеюсь, предварительно из-за профессора задачи, которые вы мне дали готовы. Прекрасно. Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Ну же, приготовьтесь. Да, сэр. Помните, волшебная палочка – проводник вашей магической силы. Теперь мы знаем репару. Вот так. Очень хорошо. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в нише у воды. Считается, что она изображает репару. Возможно, некий отвергнутый возлюбленный не вынесли ее выразительности. Готово. Мы будем еще болтать? Ну, а теперь мне пора встретиться с моей подругой, которая отведет меня в магазин. Приветики. Эй, меня ищешь? Тебя, тебя. Нати, надеюсь, тебе пришлось не очень долго ждать. Вовсе нет. Профессор Уизли сказала, что тебе нужно побывать в Хоксмиде. Тебе должны быть нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть? Да, мне не терпится. Хорошо. Тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее, что есть в Хоксмиде. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Здорово, что профессор Уизли попросил у меня составить тебе компанию. Правда? Конечно. Я сама собиралась пригласить тебя выпить сливочного пива в деревне. Думаю, что тебе понравится. Так что профессор Уизли как раз вовремя прислал мне записку. Не могу передать, как приятно дышать свежим воздухом после долгих копаний в древних рунах. Не советую выбирать этот предмет. Ужасная ошибка. Я верю. Хотя вряд ли можно назвать это выбором. Когда этот самый выбор делает за тебя мать. В Хоксмиде чудесно в это время года. Все советуют побывать там в Рождество. Но это как раз тот редкий случай, когда я лучше побуду дома. Не любишь холодную погоду? К холодной погоде я уже привыкла. Хотя это и заняло некоторое время. Ведь там, где я выросла, снега не бывает. О, погоди-ка. Сюда. Я часто нахожу златоглазок в здешних местах. Правда? А что в них такого особенного? Выглядят они необычно. Но если дать настояться, потом можно будет варить из них разные зелья. Гляди, там гиппогрифы. Вылетели из запретного леса. Неужели их что-то спугнуло? Ты, Мэнти Поппи, уже видела гиппогрифов? Несомненно. Не бойся. Слева запретный лес. Но ученикам туда нельзя. Неспроста же он так называется. А почему туда нельзя? Преподаватели говорят, там слишком опасно. Но я считаю, что название запретный только делает его заманчивее. Вот и Хоксмит за теми холмами. Осталось только пройти мимо этих руин. Всю жизнь бы путешествовала, если бы могла. Меня удивили слова профессора Уизли о том, что ты хорошо знаешь местность. Ведь ты здесь новенькая. Она так сказала? Значит, она знает меня лучше, чем я думала. Я тебе так скажу. В школе, конечно, можно многому научиться. Но никак не меньше мы узнаем за ее стенами. Как тебе школа? Помню, первые несколько недель после приезда мне было так непривычно. Все вокруг было новым и совершенно незнакомым. Ах, привыкайся тихоньку. А ты обжилась тут, наконец? Я все еще скучаю по родине. Но здесь тоже очень красиво. Я иногда выбираюсь из Хогвартса, чтобы немного осмотреться и приспособиться. Хогвартс стал для меня будто новым домом и, надеюсь, станет таковым и для тебя. Это же мистер Мон! Он работает смотрителем в Хогвартсе. Выглядит как-то потрепанно. Здравствуйте. Уже познакомились с новичком? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мисс Оной. Развернуться и... Бежать. Сэр, у вас все в порядке? Она смотрела на меня, а глазища как блются. Что смотрела, мистер Мон? Дэми, маска, мерзкое, волосатое и жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам! Бедный мистер Мон. Статуэтки Дэми, масок? Я думаю, он порядочно перебрал в деревне. Надо приспособиться, когда я не видел его в таком состоянии. Почти пришли. Кроме Хогсмеда за стенами замка есть на что посмотреть. С удовольствием проведу тебе экскурсию. Ходят слухи, что тут есть гоблины и все такое, так что я с радостью возьму на прогулку друга. Буду иметь это в виду, Надя. Спасибо. Наконец-то Даша Ли. А то всю дорогу трещали. Ну, вот мы и пришли. Правда, глаза разбегаются. В трех метлах можно выпить сливочного пива. А в сладком королевстве ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Никак не могу определиться, какой же из магазинов мой любимый. Каждый раз выбираю разный. С уверенностью могу сказать, что в Хогсмеде ты найдешь все, что тебе нужно. Мне нужен парикмахер. Профессор Уизли сказала, что тебе нужны рецепты зелий, магические рецепты, кое-какие семена и... Новая палочка. Точно. Мистер Оливандер тебе понравится. Не терпится увидеть, что у тебя получится собственной палочкой. Думаю, ты успеешь найти все, что нужно, и еще даже немного побродить. Не спеши. Осмотри, Хогсмед. А когда закончишь, встретимся с тобой на площади. Наслаждайся. Скоро увидимся. Спасибо. Итак, где здесь у нас можно... Вот ножницы. Парикмахерская. Вот туда-то мы и бежим. Мы все-таки очень одаренный волшебник. Один из таких волшебников был Волан-де-Морт. Правильно? Так что пора показать истинное наше лицо. Нам налево. Вот оно, наша парикмахерская. А, дверь вот здесь. Чуть не прошло. Здравствуйте. Вы меня подстрижете? Мне нужна уникальная стрижка. Здравствуйте. О, проходите, проходите. Добро пожаловать в локоны от мадам Снеллинг. Представляться мне, думаю, не надо. Раньше меня называли Снелли. О, Снелли, выучись ты на моркоборца. Я утерла им нос. Пока они корпят над пыльными бумагами, мое дело процветает. Еще как процветает. А касаемо вас и смотря на вас, я понимаю, почему вы пришли ко мне. Будем меняться, согласны? А почему бы и нет? А что вы предлагаете? Меня может заинтересовать? Печаль. Короче, чтобы за Волан-де-Морта поиграть, нужно, видимо, с самого начала все начинать. А я-то думал, прическу сменю. И все, а нифига. Ну, чтобы как-то оправдать название ролика, да, я сейчас создам нового персонажа и покажу, что действительно можно поиграть за Волан-де-Морта. Хоть его здесь и нет в списке, но если я сделаю вот так... Нет, не так. Если я сделаю вот так, то это Волан-де-Морта с волосами. И если ты хотел бы увидеть прохождение за Волан-де-Морта, естественно, без волос. Мы сейчас волосы уберем. То есть вот так вот. Ох, какая у него черепушка венозная. В общем, если ты хочешь, чтобы я прошел Хогварт за Волан-де-Морта, то обязательно пиши об этом в комментариях. Если же не хочешь, то так и пиши. Продолжай играть, как играешь. А на этом все. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом видео. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok